В самый разгар кинофестиваля Берлинале совершенно не представляется возможным затащить такого важного гостя в нашу студию. Поэтому мы будем импровизировать и общаться на расстоянии, но делать вид, что мы смотрим друг другу в глаза. Сусанна, добрый день. Добрый день. Слава богу, сегодня технологии позволяют быть рядом, даже если вы в разных местах земного шара. Это правда. Тем более, что мы отлично знаем, как мы выглядим, вы как я, я как вы. Тем более, что это кинофестиваль, и, собственно, многих мы знаем только по картинке, да, почему бы нам тоже не попробовать такую визуализацию нашей беседы устроить. Друзья, напомню вам, что в эфире у меня сейчас Сусанна Альперина, наш, ну, я не побоюсь этого слова, информатор, человек, который ежегодно во время кинофестиваля Берлинале снабжает нас самой актуальной, самой свежей, самой важной информацией. И вот поскольку в самом разгаре, сейчас как раз середина, да, кинофестиваля, уже можно провести какие-то промежуточные итоги и выявить какие-то тенденции, собственно, наконец-то сообщить всем, что убийца водитель, спойлеры всякие там можно набросать. Поэтому мы обычно вот так вот встречаемся в серединке Берлинале и допрашиваем с пристрастием Сусанну о том, что же происходит. Сусан, вот только что Кристина Арбакать спела нам о том, что все в жизни как в кино, но мы-то с вами знаем, что в жизни гораздо интереснее. Тем не менее, от вас хочется услышать вот про это самое кино. И самый важный, наверное, самый главный вопрос, что самое интересное уже удалось прочувствовать, посмотреть, пережить вот за эти шесть уже дней Берлинале? На данный момент я посмотрела 15 фильмов на Берлинале. Это немного по сравнению с другими критиками. Я за год столько не посмотрела. Я никогда не гонюсь за количеством. Я гонюсь за качеством, потому что, когда хорошее кино, критиков всегда хочется быть автором этого фильма и писать рецензию. Это действительно так. Когда кино тебя вдохновляет, ты пишешь рецензию с вдохновением и кажется, что ты в какой-то степени продолжаешь мысли режиссера. Когда фильм плохой, о нем просто не хочется писать, либо же ты черпаешь вдохновение в своем разочаровании. Пока что мне программа Берлинале в этом году очень нравится. Мне кажется, она сильнее, чем в предыдущие годы. Это какой же ваш Берлинале по счету, Сусан? У меня это шестой Берлинале. То есть из 69-ти шестой. Ну, это неплохая цифра. Ну, опять же, я знаю людей, которые ездят гораздо больше, чуть ли не в 69 лет. Их уже входит, наверное, уже нет. Нет, нет, нет. Вы знаете, у них ясно, поэтому всем, да, кто хочет жить по программе «Остинное долголетие», советует мне критики, но помогай. Отлично. Да, особенно на разных языках, так как изучение иностранных языков тоже помогает, исправится от деменции и прочих неприятных. Вот. По программе этого года, я редко плачу в кино, я плакала два раза. Это первый раз это был фильм «Открытие». У меня есть такая теория, что фильмы «Открытие» на фестивале специально делают такие картины, которые фестивальной публике не жалко пропустить. У которых много взрослых, которые заведомо слабые. В этом году картина «Доброта незнакомцев» мою теорию опровергла. И эта теория «Время-три» меня опровергается, но очень редко. Потому что фильм, я не могу сказать, что это прям шедевр-шедевр, но в нем есть звезды, и это неплохая картина. Что интересно, там значительную роль играют русские. Потому что, ну, если вот провести такую аналогию, что добрыми могут быть именно русские. Это, конечно, значительные, но именно это я увидела, да. Главную роль там играет актриса, которая во мне переворачивает все. Ее зовут Зоя Казан. Она ни одна роль не оставляет меня равнодушной. И вот я выделила на Берлинале в этом году две основные фильмы. Вот то, из чего я посмотрела. Это насилие и это пограничное состояние человеческой психики. Вот в этом фильме прослеживается линия насилия, потому что ее героиня с детьми угнетаемым ужин. И она с ними уезжает из Провинка, из Баффало, она уезжает в Нью-Йорк. И жить им не на что, кроме машины ничего нет. Она ворует, спят они в машине, в библиотеке где-то еще. И именно в русском ресторане в Нью-Йорке им помогают. Вот это удивительно. Интересно, классно. Да, да, да. Картина меня действительно очень растрогала. Она мне понравилась. Вторая картина, на которую у меня на глаза навернулись слезы, это фильм «Огнешки Холланд» «Мистер Джонс». Вы сказали в своем фейсбуке, Сусанна, что это самый сильный из увиденного в этом году фильм. До сих пор так, да? Да, нет, на мой взгляд. Вы знаете, я пошла в этом своем заявлении против течения, потому что оценки критиков фильма очень низкие. Но, вы знаете, мне, как говорится, все равно, потому что таланты «Огнешки Холланд» никто не отменял. Мало того, что она в прошлом году представила очень сильный фильм «След» на Берлинале. Год всего прошел. Она представляет новую большую работу, в перерывах она еще успевает мотаться в Голливуд и снимать там сериалы. Это опять бьет о возрасте, извините. Хотя про женщин так не говорят. Поэтому, вы знаете, когда художник такого уровня, он же просто не умеет снимать мелко, что бы он ни делал. А тут еще я благодарна за то, что фильм очень актуален сегодня, и в нем прослеживается линия Оруэлла. То есть речь идет о том, что помощник Гарольда Лойда, молодой дипломат, который наивный, честный, оконфузившись у себя, приезжает в Советский Союз, чтобы взять интервью Сталина. Советский Союз в это время рекламирует, что это новая устоявшаяся страна, что все в ней хорошо и все в порядке. И получается, что приезжая в Советский Союз, он попадает в некий параллельный мир. Но он попадает, что называется, на первый уровень. Находясь в Москве, ему рассказывают, что в селах все не так хорошо, что коллективизация не так прекрасна. И он попадает на Украину, где видят картины Голодомора. К счастью, Агнешка Холланд не смакует их. Она показывает несколько... Кошмарных сцен. Да, потому что мы знаем, что есть режиссеры, которые это смакуют. Она это не смакует. Но, опять же, фильм не об этом. Фильм о том, что молодой человек со своими наивными взглядами, тот самый мистер Джонс, идет против общественного мнения. Потому что для Советского Союза в это время важно, чтобы его признали в мире. Его признает США, страна-лидер в мире. И тут вдруг всплывает такая неприятная правда. Ему не верят, его придают астротизму. И он пробивается к Чарсту, информационному магнату. Тот поддерживает его, он рассказывает ему в мире правду о Голодоморе. Он был, как мы знаем, не только на Украине. На самом деле, тема, как бы, еще и того, как должны работать СМИ. И как должны вообще, что должны делать люди, чтобы им верили. Потому что, как мы знаем, большинство людей любят жить, ничего не меняя и не видеть очевидных вещей. Даже когда им уже это рассказывают, они не хотят в это верить. Особенно, если это боль, болезни, холод, смерть. Люди предпочитают мимо этого проходить. В этом Голодомор сродни Холокосту. И поэтому, конечно, на меня этот фильм повлиял. Потому что из-за эту тему не часто берутся в кино. Сейчас в России была тема блокады. Я посмотрела несколько фильмов. Скажем так, разной степени качества. Это тоже надо уметь говорить на такие темы. Потому что у нас большая дата связанная с блокадой. И нужно очень уметь это хорошо снять. Ну, я не буду углублять их из-за эту тему. Это не тема Берлинале. Мне понравилось, как всегда, немецкое кино. Я боюсь, что... Просто второй год, но мне на Берлинале уже очень нравится. Сейчас мы, наверное, перейдем к теме Бертольда Брехта, нет? Пожалуйста. Я могу сказать про Бертольда Брехта. Это фильм, вернее, это документальный... Такой мини-сериал, да? Драма, да, мини-сериал, докудрама, классическая. Генриха Бреллера. Это тоже классик. Брехт, который вскоре покажут на немецком телевидении. Надеюсь, купят и российское. Мы смотрели два эпизода первых и два эпизода последних. И очень неоднозначно был принят фильм Брехт. Очень многие с него уходили не в силах высидеть, а некоторые были недовольны трактовкой. То есть они считали, что все по-другому. Но эти люди не знакомы с жанром докудрамы. Докудрама – это все-таки вот... Это такой жанр, где реальность существует с нереальным. Сусанна, простите, я перебью вас сейчас, потому что мне очень хочется зацепиться за эту фразу. Некоторые считали, некоторые думают. Вот эти вот некоторые, то есть у вас там какие-то после просмотра каждый раз кулуарные обмены мнениями. То есть вы, естественно, коммуницируете, общаетесь с другими журналистами. То есть у вас есть после каждого просмотра такое вот можно среднеарифметическое вывести из всех мнений разных критиков из разных абсолютно стран. Это есть официальное и есть неофициальное. Просто вот немножко ушли в прошлое, или, скажем так, не на всех фестивалях есть времена... Ой, извините, не на всех фестивалях есть такие вещи, что это профессиональный клуб кинематографистов. То есть когда вечером все могут собраться, кинематографисты, журналисты, критики, и все между собой обсудить в одном месте. Сейчас, слава богу, есть Facebook, и слава богу, есть пресс-конференции. То есть после фильма, во-первых, мы присутствуем на каких-то пресс-конференциях, а, во-вторых, мы читаем мнения в Facebook. Многие журналисты выкладывают свои официальные статьи также в Facebook. И плюс есть таблицы. Вот, по-моему, первый раз на Берлинале есть таблица... Рейтинг, да? ...критиков, да, российских. То есть журнал «Скрин» всегда делает таблицу, в ней участвует наш российский Антон Долин. А вот, что касается таблицы российских критиков, ее запустили впервые в прошлом году на Каннском фестивале. А где можно посмотреть простому обывателю вот это, простому любителю кино? В интернете, в интернете ссылка гуляет. Я вот сейчас, может быть, не вспомню, у меня под рукой нет конференции. Я думаю, ее можно погуглить. Вы ее найдете, да, вы ее погуглите. И там можно читать не просто, видеть оценку российских критиков, но если подвести курсор, вы увидите мнение критика про тот или иной фильм. Почему он поставил ту или иную оценку? Не все критики комментируют, но... Вот, например, мы говорили про Дмешку Холланд, и критик молодой Егор Москвитин. И он вот сказал, что отталкивается от слов одного из героев фильма, что... про бред. Он написал мнение, что она бредит, но бредит очень талантно. Мне понравилось. Замечательно. И вот такого рода мнения можно... Понятно. Слава интернету. Ну, я перебила вас, вернемся к Брехту, который, кстати, в это воскресенье отметил очередной день рождения свой. И, конечно, сейчас очень много событий вокруг него, поэтому, как нельзя, кстати, вот как раз показ пришелся, наверное, к этой дате. В прошлом году был юбилей Брехта. Я думаю, что немножко с этим фильмом запоздали, и не сняли его вовремя. Тем не менее. Но я бы хотела не только про Брехта сказать, потому что мне вообще понравилось немецкое кино. Вот один из первых фильмов в программе был взломщик системы про девочку. Про, по сути дела, про то, как помогает немецкая система государственной социальной помощи работать и жить с неблагополучными, с больными людьми. В данном случае ребенок, который находится в состоянии острого психоза. Опять же, социальная тема, так важная, в общем, для Берлинали. Опять же, социальная важная тема. И доказывает, очень хорошо ее показали, что несмотря на то, что в государстве якобы все продумано, на самом деле все не работает, если человек не получает любви, будь то взрослый или ребенок, никакая система не поможет. Вот. Мне понравился этот фильм. И есть еще один фильм из той же серии, про него мало кто написал. Он называется «Земля под моими ногами». Ну, переведу немножко сейчас вольно. Он рассказывает о двух сестрах. Это австрийско-немецкий фильм. Одна из этих сестер, преуспевающая бизнес-леди, красивая, которая занимается спортом, с точеной фигурой. Она живет в Ростоке. Почему-то она не живет вместе со своей сестрой, у которой стоит диагноз параноидальная шизофрения. Видимо, потому что сестра осталась на родине с матерью, мать умерла. И вот сестра, которая в бизнес-леди, она пробует подойти, значит, по всем правилам успешной жизни к сестре больному. То есть она помещает ее в клинику, она платит большие деньги. Когда ее вбезут из клиники, она ей покупает квартиру. Она ее обставляет. То есть так, как должно быть. Но весь фильм о том, что нельзя подходить с разумными мерками к жизни, а особенно к отклонениям от жизни. Вот. И мне очень понравился фильм, там где замечательные актрисы. Опять же, я почему-то на Берлинале не очень любят награждать немецкое кино. Мне кажется, этот фильм ничего не получит. Но он очень интересный и необычный. И на него стоит обратить внимание. Знаете ли вы, Сузанна, выйдет ли он в прокат, в кинопрокат после... Не все же фильмы появляются, да, в широком прокате? Я думаю, что в Россию его не привезут. Скорее всего, привезут на какой-то фестиваль. А вот в Германии, я думаю, он выйдет непременно. Вот его бы хорошо не пропустить. Друзья, дорогие, я просто хочу внимания наших радиослушателей обратить на то, что, конечно, нужно прислушиваться к рекомендациям Сусанны Альпериной. Я надеюсь, что вы сейчас вооружены ручкой и листком бумаги, записываете название фильмов. Ну и, кроме того, сегодня после 18 часов можно будет еще раз услышать повтор нашего интервью, который мы сейчас ведем с кинокритиком, журналистом, писателем и продюсером Сусанной Альпериной, которая передает прямо из эпицентра событий. Сусанна, расскажите немного о сериальной составляющей Берлинали. Маш, можно я два слова еще скажу, потому что меня все равно об этом спросят. Ах, так. Один из самых скандальных фильмов нынешнего Берлинали, я имею в виду «Золотую перчатку» по тех азина. Я имею в виду новый фильм Франсуа Зона по воле Божьей или Божьей милостью. По Божьей воле, мне кажется, его переводят. Да, да, есть разные переводы, тот и тот правильный. Фильм Франсуа Зона посвящен истории священников-педахилов, причем он такой псевдодокументальный, потому что Азон действительно нашел ассоциацию жертв таких священников-расстрелителей, причем там речь об одном человеке, который сбил с убийственным очень многих людей. И он знакомился, он приходил в семьи, и он снял такой художественно-передокументальный фильм. Очень не похожий на все свои предыдущие работы, потому что здесь практически нет места режиссерским фантазиям и ходам. То есть это вот не кино-кино, а это вот такая довольно документальная история, иногда просто слишком вощеная, потому что в жизни все гораздо хуже, наверное. Но смотреть за ней интересно. А что касается Фатиха Акина, для меня это самый страшный фильм-честиваль. «Золотая перчатка», да, он называется? Да, да, он называется «Золотая перчатка». И даже вот я хожу тут по Берлинале и вижу его постер, на котором крупный изображен главный герой. И страшно, уже от постера только становится. Очень красивый молодой артист, которого загримировали так, что он стал хуже, чем Квазимодзе. И он рассказывает про маньяка, который убивает пожилых проституток. Зачем это сделал Акин, я не знаю. У него каждый фильм все страшнее и страшнее, начиная с головой. Старше становится? Вот. Ну, да, может быть, ему больше стало страшно жить. Но вы знаете, это, несмотря ни на что, это очень тяжело смотреть. Но у них очень хороший прокатчик. И этот фильм разойдет с тяжелыми тиражами. О, если видите, большими тиражами. Да, я просто говорила о том, что тяжело смотреть. Он разойдет с большими тиражами. И поскольку люди любят зрелище, на него пойдут. На него обязательно пойдут. И это, конечно, будут выходить со странным чувством. Но это не умаляет того, что работа талантливая, интересная. Просто не всегда смотреть на красоту. Это правда. Иногда нужны на человеческое уроки. Это правда. Ну, тем более, что таких фильмов, в общем, тоже достаточно. Кикматограф нам подарил за все время своего существования. Да, да, да. В крайнем случае можно закрыть глаза или там заткнуть уши, немножко подглядывать. Отглядывать из темноты. Что касается сериалов. Я просто счастлива, что тут есть теперь сериальная секция. Составляющая. Она проходит пятый раз уже. Вот. И вчера вот я посмотрела фильм «Ханна». И собираюсь сегодня еще на фильм, ну, как, его можно перевести «Эмма. Город Убий». Вот так. То есть веселенькое кино вы там смотрите, я смотрю в основном. Ну, это сериалы. Это Берлинале. Это Берлинале. Тут не до смеха. Да. Это сериалы. Тут нужны острые ощущения. Поэтому сериалы в этом плане не отстают. Понимаете, мир кино меняется. Вот, например, Каннский фестиваль, он устроил скандалы и глубокие выяснения отношений с Нетфликсом. Но, тем не менее, сейчас очень многие люди любят смотреть кино в сети. Я сама уже смотрю. И Нетфликс, и Амазон, это очень удобно. Это правда. И хорошо. Да, и дешевле, чем всей семьей, сходить в кинотеатр. Берлинале в этом плане поступает очень умно. Он не выясняет отношения, он допускает Нетфликс. Вот и в конкурсе в основном есть фильмы, которые продюсировались в Нетфликс. И в других программах. И, естественно, поскольку Нетфликс начинал с сериалов, разумеется, в сериальной программе вот этот сериал Канн как раз он представлен Нетфликсом. И он представлен так, как не каждый фильм на Берлинале. Это очень серьезное представление, с рест-конференцией. Причем этот сериал, это как бы ремейк фильма, когда девочка до 14 лет воспитывалась в лицо. И все, что она получила, знания разных языков. И, в общем, из нее заточено, формировали убийцу. И вот когда ты видишь там такие сцены драк, как она расправляет с мужчинами, как она умеет бежать, то есть ее учили выживать. И уже в первых двух эпизодах, конечно, эта девочка такой терминатор, что мало не покажется. Ну, такое народ любит смотреть. Да, да. А на сериалы он подсадит только так. Тут даже нет сомнений. Но вот что интересно, что по сериалам в этом году, какая тенденция, уже показывают продолжение, а вторые сезоны, то есть зрители уже приучены. То есть, допустим, есть сериал «Ложный флаг», показывают очередной его сезон. То есть надо как бы посмотреть первый, нужно вернуться, презентуют этот. Это все нормально для сериала, потому что производители устраивают большую секцию, когда представляют новые сериальные продукты. Ну, вообще сейчас, понимаете, любят, посаживать зрителя на сериалы, и это в коммерческом плане становится все более выгодно. Ну, тем более, что зритель, в общем, не возражает против этого. Да, да, зритель не возражает, это занимает все свободное время, и всем от этого хорошо. То есть уже советуют, какие сериалы посмотреть на отдельные праздники, и это нормально. Светлана, ну, мне кажется, говоря с вами в качестве журналиста, репортера, кинокритика, нельзя все-таки не упомянуть еще одну вашу очень важную роль и миссию, это роль продюсера. И вот сейчас так получилось, что, я так понимаю, будет, исправьте меня, если они права, послезавтра в Берлине показан фильм, продюсером которого вы являетесь, называется он «Интонация Большой Одессы». Да, и в прошлом году я рассказывала о нем у вас в эфире, как бы на два мучения, чисто гипотетически. Я не представляла, какой будет путь у этого фильма, это как, когда рождается ребенок, ты не знаешь, какая у него путь судьба. Конечно. Это так и есть, это тоже ребенок. Да, состоялась его премьера на Московском кинофестивале, с тех пор уже случилось 15 фестивалей, 4 приза, из них 2 как лучший документальный фильм. И я действительно приглашаю всех желающих, показ будет 14.18.00, он будет на Фазананской штрафе, 79 серия в 80. Приходите, я там потом отвечу на вопросы, расскажу о режиссере, Александре Бронковскому, который, к сожалению, не смог сейчас приехать, расскажу о героях фильма. И скажу вам честно, что мы ведем переговоры с Русским домом, чтобы показать короткую версию фильма в каком-то ближайшем будущем. Но вот сейчас мы будем показывать оригинальную, вот именно ту версию, которая для США 43, которая была на 3 фестивалях, за которую мы получали призывы. И что особенно приятно, она была на Одесском 3 фестивале, это для меня самое дорогое сердце пока. Конечно, для вас, как для коренной одесситки. И еще бы вымученное такое детище. Поздравляем вас с этим. Это, конечно, действительно большое достижение. Дай бог, чтобы призов было еще больше. Сусанна, мы должны, к сожалению, отпустить вас на просмотр 16-й подсчет картины Берлинали. Вы уже приблизительно представляете, сколько у вас еще до конца недели будет просмотров? Я думаю, что за 20 фильмов я перейду, это точно. Я даже могу вам рассказать, на какой я сейчас фильм иду. Вот вам первым. Так. Я иду... А вообще, этот фильм показывается второй раз. Это фильм Григория Добрыгина, новый. Гриша. Который рассказывает, где главную роль сыграла Юлия Пересильц, женскую роль, и мужскую роль сыграл актер, который не столь известен. Но я думаю, после этого фильма он будет известен. Это режиссерский дебют Григория Добрыгина. И премьера его состоялась в Роттердаме. И этот фильм там попал... Впервые за пять лет в конкурсе Роттердама была российская картина. Вот второй показ сейчас на рынке. Как называется картина? Шина. И вот я забыла цифры. Три цифры. В общем, какая это шина? Шина, да. Погуглим. Но это не совсем там пишется так необычно. Шина. Я писала о ней статью, интервью, и шла шина по шоссе. Но фильм рассказывает о том, что был он, была она, и в жизнь мешался интернет. Вот это мне очень интересно. Опять же, актуальная социальная тема, вполне соответствующая направлению кинофестиваля в Берлиной. Да, я должна последнее буквально сказать, что сейчас очень интересные проходят показы на рынках. И часть из моих фильмов просмотренных это рыночные показы. Например, впервые на Берлинале показали новый фильм Алексея Рыбникова. Он снял новый фильм, но не овысь. Называется «Дук фоноры». Мы его смотрели позавчера. О нем в истории заговорят очень много. Это был самый-самый первый его показ. Если это знакомо с детства музыка, вот звучит теперь еще раз в кинозале. Потому что один фильм, какое-то время, по-моему, лет 20 назад, он уже был. И еще много интересных рыночных показов. В общем, везде не успеет. А какой ваш личный рекорд вот за 6 лет участия в Берлинале? Сколько фильмов удалось посмотреть? На каждом фестивале или все вместе? Нет. Все вместе я даже боюсь спрашивать. Таких цифр, наверное, бывает. Смотрите, моя норма – это от 3 до 5 фильмов в день. В день. Это для меня очень много. 3 фильма в день – это самое нормальное. Это я могу прочувствовать тогда фильм от начала до конца. Только не говорите об этом другим критикам, они меня засмеют. Потому что они смотрят 5-7 фильмов. Это очень мало. Они смотрят 5-7 фильмов в день и в ночь. И я им посещаюсь, но я не такая. Мне даже не хочется думать о том, что же во сне происходит потом с человеком, который за сутки смотрит 7 фильмов. Там, наверное, все герои одновременно приходят и мучают его. Вот это вот сюжет для фильма ужасов. Они записывают детали, они умеют анализировать, и у них в голове ничему не перемешивается. И как перемешиваются, это не настоящая критика. Саша, ну что ж, остается пожелать вам, чтобы у вас в голове ничего не перемешивалось, как было до сих пор. Потому что вы все-таки настоящий критик, мнение которого мы очень любим и ценим. И, конечно же, читаем вашу критику. Друзья, Facebook Сусанна Альперина, Российская газета и прочее, и прочее, и прочее. Ну и, конечно же, наши эфиры. Сусанна, держитесь там, постарайтесь высыпаться, накапливать силы. Не забывайте, конечно, о перекусах, это важно. Мне кажется, на Голодное Желудовое кино смотрится тоже плохо, да? На Берлинале все очень хорошо организовано. Вот в Каннах перекусывать некогда и негде. Там вообще не разрешают ничего. И вокруг нет быстрого, точек быстрого питания, одни долгие рестораны. А на Берлинале все в этом плане организовано прекрасно. Мы все успеваем. Отлично. Прекрасно. Главное, что мы успели схватить вас, перехватить вас, и пообщаться с вами в эфире. Огромное спасибо. Привет всем участникам Берлинале. Вам удачи. Хороших, удачных, успешных просмотров. Ждем вашей критики. Ну и, конечно же, вас в эфире на юбилейной Берлинале, 70-й на следующий год. Ой, что я тоже об этом мечтаю. Особенно мечтаю к вам прийти. Обязательно. Обязательно. Сусанна, спасибо огромное. Удачи. Всего доброго. И по-настоящему. Спасибо.